Добрый день. Сегодня я подведу итоги деятельности подразделений Народной милиции Луганской Народной Республики за прошедшую неделю, а также доведу информацию о ситуации на линии соприкосновения. Ситуация в зоне ответственности Народной милиции Луганской Народной Республики остается напряженной. За прошедшие сутки противник произвел обстрел позиций наших подразделений в районе населенного пункта Калиновка. При обстреле украинские силовики использовали 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено более 30 мин и гранат. Вчера в районе населенного пункта Трехизбинка выявлена работа диверсионно-разведывательной группы противника в количестве до 10 человек из состава правого сектора. Группа националистов проследовала вдоль линии боевого соприкосновения в направлении населенного пункта Счастье. По информации источника, данная диверсионно-разведывательная группа планирует, переодевшись в форму военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики, совершить ряд провокационных действий, а именно открытие огня по позициям Вооруженных сил Украины, находящихся в районе предполагаемого отведения сил и средств вблизи населенного пункта Станицы Луганска, а также провокационных действий по отношению к представителям миссии ОБСЕ. Данные провокации направлены на срыв перемирия и разведение сил и средств, запланированных на 5 марта, решение по которым было принято в ходе заседания трехсторонней контактной группы 28 февраля в Минске. За минувшую неделю украинские силовики 24 раза нарушили режим прекращения огня. Огонь ввелся из всех видов вооружения, в том числе применялось запрещенным Минскими договоренностями вооружения артиллерийские орудия, это 152 и 122 мм, 120 и 82 мм минометы, гранатометы различных типов вооружения БМП и стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено более 300 снарядов мин и гранат. По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны вооруженных сил Украины увеличилось на 4. В районах, прилегающих к линии боевого соприкосновения, было неспокойно. Обстрелам со стороны украинских силовиков подвергались районы населенных пунктов. На Дебальцевском направлении Нижнелозовое, Калиновка, Горловский, Логвиново. Приказы на открытие огня отдавал командир 54-й механизированной бригады вооруженных сил Украины Мастренко. На Попаснянском направлении Калинова, Молодежная, Калинова-Борщеватое, приказы на открытие огня отдавал командир 10-й отдельно горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины Зубанч. На Славяно-Сербском направлении Красный Лиман, Долгое, приказы на открытие огня отдавал командир 58-й отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины Дропатый. После подписания президентом Украины Петром Порошенко закона о так называемой реинтеграции Донбасса, киевские силовики целенаправленно обстреливают населенные пункты республики, где находятся только мирные жители. Так, в результате преступных действий киевских силовиков в населенном пункте Калинова разрушение получило одно частное домостроение и хозпостройка. Семья с ребенком осталась без крова, и живущие в доме женщина и ребенок не пострадали, только по счастливой случайности. Также обстрелу подвергся населенный пункт Славяно-Сербск. В результате обстрела разрушение получили пять домостроений по улице Донецкая и Первомайская. В очередной раз хочу обратить внимание мирового сообщества на то, что Вооруженные силы Украины целенаправленно осуществляют геноцид населения Донбасса. Вместе с тем, украинские силовики активизировали разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов на линии боевого соприкосновения, в том числе корректировки огня артиллерийских подразделений. Нами отмечены полеты беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Лопаскина, Трехизбинка, Крымская. В зоне ответственности 58-й отдельно-мотопехотная бригада Вооруженных сил Украины. Вооруженные силы Украины продолжают также размещать вооружение и военную технику, запрещенную минскими соглашениями, вдоль линии боевого соприкосновения. Так, в районах населенных пунктов Светлодарска выявлено три 122-мм буксируемые гаубицы Д-30. В районе населенного пункта Троицка отмечено местонахождение огневых позиций с двумя расчетами 120-мм минометов. В населенном пункте Трехизбинка прибыло пять БМП, один и два грузовых автомобиля с боеприпасами. Основное количество украинской техники вооружения, находящихся за линией соприкосновения, регулярно отражается в ежедневных отчетах ОБСЕ, как отсутствующая в местах хранения, выявленная в результате контроля отведенного вооружения. Так, на этой неделе зафиксировано отсутствие обозначенных местах хранения следующего вооружения. 152-мм буксируемых гаубиц Гиацинт-Б 6 единиц, 152-мм самоходных гаубиц 2С3 Акация 18 единиц, 122-мм самоходных гаубиц 2С1 Гвоздика 16 единиц, 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 4 единиц, 120-мм минометов 2Б-11 Санью 15 единиц, 100-мм противотанковых пушек МТ-12 Рапира 14 единиц. Подтверждением грубых нарушений со стороны вооруженных сил Украины является очередной факт введения огня киевскими силовиками, который зафиксировали также наблюдательные специальные мониторинговые миссии ОБСЕ. Так, находясь в населенном пункте Попасное, наблюдатели миссии зафиксировали использование артиллерии со стороны вооруженных сил Украины. По данным отчета миссии от 24 февраля, украинские силовики совершили более 200 выстрелов только из артиллерийских орудий калибром 152 мм. Также были зафиксированы огонь из 122-мм артиллерийских орудий. Минометы, вооружение БМП и зенитные установки и гранатометы также были зафиксированы. Противник продолжает наращивать боевой потенциал подразделений вдоль линии соприкосновения. Нами выявлено перемещение артиллерийской техники из состава 4-го дивизиона 44-й артиллерийской бригады из пункта временной дислокации в зону ответственности 80-й отдельно десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новоайдар с целью дальнейшего выдвижения к линии боевого соприкосновения для осуществления преступных провокаций. Кроме того, в районе населенного пункта Лозовое отмечался выход диверсионно-разведывательной группы противника предположительно из состава 8-го отдельного полка специального назначения вооруженных сил Украины. С целью проведения мероприятий по дестабилизации обстановки на этой неделе в населенный пункт Макарова прибыло подразделение из состава правого сектора в количестве до 50 человек. Осуществлялся также подвоз материальных средств на позиции 109-го батальона 10-й отдельно-горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Катериновка и на позиции 1-го батальона 54-й бригада вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Мироновский. Проводимые украинскими силовиками мероприятия по наращиванию сил и средств вдоль линии соприкосновения свидетельствуют о том, что киевское руководство планирует силовой вариант решения конфликта на Донбассе. И мы отмечаем, что противник проводит подготовку к наступательным действиям для захвата территории республики. Агрессивные намерения противника подтверждают и факт проведения в полутора километрах южнее населенного пункта Попасное учений с боевыми стрельбами, в том числе из минометов непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. Известно, что проведение учений с боевой стрельбой в пределах зоны безопасности – это нарушение решения контактной группы от 3 марта 2016 года. Мы по-прежнему не ослабляем бдительности, наращиваем готовность сил и средств к обострению и обстановке в обороне республики. Для этого на текущей неделе на полигонах народной милиции прошли занятия по тактической и огневой подготовке, а также специальной подготовке с подразделением разведки, ПВО, связи, материально-технического обеспечения. Особое внимание уделялось подготовке подразделений специального назначения и разведки, в ходе которых на полигонах народной милиции проходила отработка приемов и методов ведения боя в незнакомой местности, а также поражение подвижных целей снайперами. Кроме того, осуществлена проверка боевой готовности подразделений ПВО, в ходе которой военнослужащие показали высокий уровень мастерства, уверенно поразили условные воздушные цели противника. Главная задача по боевой подготовке остается одна – достижение уровня, гарантирующее в любое время суток выполнение задач подразделениями в соответствии с предназначением и в различных условиях обстановки. И этот уровень не должен снижаться. Поэтому здесь все зависит прежде всего от того, кто непосредственно организует боевую учебу, то есть от офицеров, их профессионально-должностной подготовки, методического мастерства. Именно поэтому мы не забываем о подготовке командного состава тактического звена управления. Все мероприятия проводятся исключительно на полигонах народной милиции, удаленных от линии боевого соприкосновения. В целом мы планово повышаем уровень профессионализма и готовность к выполнению задач по защите и безопасности граждан Республики в условиях изменяющейся обстановки. Спасибо.